Давайте рассмотрим эту схему. Сначала посмотрим, что это функциональная схема вентиляции. Мы видим выходящую трубу, видим комнаты, видим выходящую трубу. Между ними находится теплообменник. Смотрим легенду. Мы видим, какие кабеля используются в данной системе, какие обозначения. Давайте посмотрим по очереди. Сначала у нас температурный датчик, который подключен через программу к измерению. Это значит, этот датчик используется еще где-то, кроме этой системы. Смотрим, какой кабель для него. Для его используется такой кабель. Поскольку он сюда подключен через программу, физический, он должен быть подключен к предыдущей системе или какой-то другой. Смотрим температуры. Зимой у нас минус 21, летом плюс 27. Влажность 50 градусов или процентов. По шинам мы смотрим. У нас есть управление, которое включает, выключает. Состояние, которое смотрит включена или выключена. Тревога, который видит все тревоги. Регуляцию, регулирует какие-то объекты. Измерение, дата и вспомогательные приборы. Здесь у нас показано, что его дигитальный выход, дигитальный вход, аналоговый выход, аналоговый вход. Тогда смотрим, подключен к измерению. Следующий элемент у нас получается вот этот клапан под таким названием. Он подключен с помощью кабель номер 2, и он подключен к управлению. Значит, его управляют открыть или закрыть. Также у него есть два состояния, открытое или закрытое, чтобы пользователь или программа знала, в каком состоянии данный клапан находится. Также через программу он подключен к тревоге. Например, если дан сигнал управления открыть, обратная связь, что он открыт, не приходит. В принципе, он должен дать тревогу. После этого у нас подключен температурный датчик. Опять же, физический, подключен к контроллеру, темненький шарик, температурный электрический, 0.1.1. Также у него есть локальный температурный датчик. У него нет никакого названия, он просто локальный. После этого у нас стоит фильтр, который должен очищать воздух. На фильтр стоит, так сказать, датчик засорения, который измеряет давление до фильтра и после фильтра. Если фильтр засорен, давление их не разное, и он дает измерение. Также это измерение подключено через программу на тревогу. Иногда подключается только для тревоги. Значит, здесь измеряют и разницу. Значит, тревога дается не только когда полностью засорилась, но пользователь может и в промежутке измерять. После этого у нас находится теплообменник, который берет на выходящей линии тепло и передает входящую линию. На этом теплообменнике стоит мотор, который ускоряет теплообмен. Также у него стоит реле-включатель, это если что-то сломается. Также у него стоит сагазмонтор или регулятор. Также он подключен у нас к питанию, 230 вольтов с помощью кабеля номер 4. Также он подключен у нас к регуляции и он подключен у нас к тревоге. Значит, если здесь что-то происходит, какая-то тревога. Приляет через регулятор, дает сигнал к главному контроллеру и физически включается тревога. Также стоит регуляция. Это значит, управление у него постоянное. Или у него сделано так, что он регулируется от 0 до 100%. Отдельное управление ему на данный момент не сделано. После этого у нас стоит еще один температурный датчик. Мы видим, что TE011 и TE012. Такое название данной, значит, они используются в программе где-то близко или вместе. Наверное, в таком стиле, что измеряет входящую температуру, измеряет температуру после теплообменника. После этого принимает решение, насколько отоплять или охлаждать воздух. Также у него стоит локальный температурный датчик, уже где-то на трубе. После этого у нас стоит, так сказать, обогревательный элемент. У него заходит горячий теплоноситель, проходит в воздушную трубу, передает тепло воздуху, и уже охлажденный выходит. На нем стоит один насос P40, у него стоит трехходовой клапан, и у него стоит температурный датчик в самом, так сказать, соглопогревательном элементе. Единственное, односторонние клапаны здесь показаны в такую сторону, что отсюда идет и отсюда выходит. Мы на нашей схеме ставим их наоборот, чтобы где покрашено, в ту сторону идет. Но принцип такой же. Если надо включить обогрев, включается насос, теплоноситель проходится по этой трубе и выходит. Если обогрев не нужен, насос выключается, теплоноситель проходит через маленький круг и уходит обратно назад в систему. Смотрим, что у нас еще здесь есть. У нас стоит такой датчик, и он называется блок против замерзания. Это значит, он измеряет температуру здесь, в определенном элементе. Это значит, если у нас достаточно холодный воздух заходит, мы его начинаем обогревать, у нас может появиться конденс или, например, лед в этом элементе. Этот датчик должен измерять это, давать сигнал на этот блок, это измерение. Также он дает тревогу и регуляцию. Регуляцию он дает этому клапану. Это значит, независимо, нужно ли тепло или не надо. Если блок замерзания, этот температурный датчик будет говорить, что система замерзает. Он отрегулирует этот клапан и пропустит сколько давать тепла, чтобы блок отмерз. Также у нас стоит следующий элемент охлаждения. Принцип такой же. Заходит у нас охладительный элемент, проходит через охлаждение. У нас стоит трехходовый клапан, который стоит на регуляцию. Значит, управление ему отдельно не дается. В самом блоке стоит температурный датчик, который подключен на измерение через программу на тревогу. После этого у нас стоит вентилятор входящий воздуха. Во-первых, на нем стоит дифференциальный, так сказать, датчик давления, который подключен на индикацию и на электрический сигнал. Это значит, он показывает локально и посылает сигнал измерение, и программа считывает тревогу. Значит, он может смотреть разницу давления, если надо, в локальном показывать, что проблема, и посылать сигнал измерения и тревоги. Также на него стоит выключатель. Значит, локально его можно подключить на месте. Также на него подключена тревога. Если кто-то придет и включит этот выключатель, идет сигнал тревоги, чтобы система пошла в тревогу и через программу она должна отключаться. Также, если этот выключатель подключен, здесь стоит у нас отдельное реле, которое подключено к этому регулятору. Видим состояние и видим тревогу. Значит, мы нажали локальный выключатель. Он мало того, что дал тревогу, он еще через реле дал вторичное состояние на этот элемент, регулятор скорости. Также, если здесь тревога, программа говорит, что здесь тревога. После этого у нас он подключен через этот элемент к замерзанию. Это значит, если этот датчик будет говорить, что у нас элемент замерз, он должен дать тревогу. Это вот эта точка. Параллельно он дает сигнал этому вентилятору, что у нас состояние должно быть тревоги. Он должен выключить управление и должен состояние дать. Значит, замерзает. Здесь включаем обогрев и вентилятор отключается. Также здесь стоит 400 ватт. Это, наверное, трехфазовый мотор или вентилятор. На теплообменнике был простой. После этого, опять же, температурный датчик, который измеряет температуру уже входящего воздуха. В зависимости от этой температуры у нас или включается отопление, или включается охлаждение. Разом, в принципе, они не должны работать. Он также же подключен к измерению и используется кабель номер один. Это вот такой кабель. После этого у нас стоит дифференциальный датчик давления. Точно также индикация локальная, электрическая дает измерение. Значит, измеряет на трубе и местность где-то там рядом. Уже не в самой системе, наверное, в комнате. После этого у нас проходит первый этаж, второй этаж, третий этаж, четвертый этаж. По комнатам расписано, куда именно. И на выходе у нас стоит первый фильтр, который подключен к измерению. К тревоге он не подключен, просто к измерению. Потом у нас стоит опять еще дифференциальный датчик, который измеряет давление трубе и в комнате. Тоже подключен к измерению. После этого у нас стоит температурный датчик, тоже к измерению. Теперь вот этот фильтр, который после второго фильтра, тоже дифференциальный, локальный индикатор, электрический сигнал подключен к измерению. И этот уже подключен к тревоге, к регуляции. Это значит, в зависимости от этого фильтра, что-то должно регулироваться. После этого посмотрим дальше. У нас стоит температурный датчик, опять же, к измерению. После этого стоит теплообменник. На нем стоит, опять же, дифференциальный датчик до и после теплообменника, который подключен и к измерению, и программно к тревоге. Измеряет то и после теплообменника, если он засорился, например. После этого у нас стоит еще один температурный датчик, который опять к измерению и к тревоге. Также после этого стоит у нас еще один вентилятор. Точно также подключен дифференциальный датчик давления, который подключен и к измерению, и к тревоге. Также у нас стоит точно такой же регулятор скорости. Опять же, если кто-то включит тревогу через реле, включит состояние суда, это должно выключиться. Здесь получаем и состояние, и управление, так сказать, также получаем, как и в предыдущем, дигитальный или программированный сигналы. Значит, он дигитальный. Он посылает дигитальный сигнал на дату машины. И в конце у нас также стоит еще один клапан, который подключен к управлению. У него есть два состояния, открытое и закрытое, и дополнительная тревога, уже запрограммированная. Тогда обязательно легенда, обязательно какие кабеля, где, когда используются. И, в общем, такая система. Смотрим пояснение. Управление. Значит, прибор управляется через центр по временам программы. Значит, днем, например, больше, ночью меньше. У пользователя должна быть возможность изменить показания. Наверное, из центрального компьютера. Тогда блокировки. Прибор может работать, если не дается сигнал замерзания. Это вот этот датчик. Если он сработал, система не работает. Нету общего сигнала тревоги из пожарной системы. Это значит, если здесь нет тревоги и состояние нормальное, система может работать, если отсюда приходит тревога, система должна отключиться. И с центра управления данный сигнал работает. То есть, если он есть, система работает. Вентилятор вытяжки блокируется вентилятором входа. Значит, эти два вентилятора между собой связаны. Если один сломается, другой тоже должен моментально отключиться. Эти входящие и выходящие клапаны, этот и вот этот, зависят от блокировки вентиляторов. Это значит, если вентилятор работает, клапан открывается. Вентилятор не работает, клапан должен выключиться или закрыться. При остановке системы или когда ничего не работает. Датчик замерзания. Это вот этот датчик. Держится в колорифере. На температуре плюс 20, управляя вентилятором. Значит, этот температурный датчик, если система не работает, поддерживает здесь температуру плюс 20, управляя вот этим трехкодовым клапаном. Входящий клапан закрывается. Входящий клапан, вот этот, закрывается, когда система не работает. Если система включается, он открывается при работе, при отоплении. Сначала регулируется вот этот теплообменник. Открывается обогрев. Это значит, вот эта часть. И смотрит температуру ТЕ10. Это вот эта температура. Значит, эта температура должна быть плюс 21. В зависимости от этого включается обогрев. Если у нас замерзание, давление датчики 75. Это у нас... Где у нас датчик 75? Это вот здесь. При замерзании этот датчик дает тревогу. Держит управление вот этого мотора минимально. Значит, он дает сигнал замерзания или сигнал тревоги. Это моментально включается на минимальную скорость. При охлаждении открывается, так сказать, охладительный комплекс. ТВ-45 держит температуру по датчику ТЕ10. В зависимости от этого включает, включает охладительный элемент. И также держит ТЕ0.2. Это... Где он ТЕ0.2.0.2? Это вот этот. Следят температуру, чтобы была бы плюс 24. Так, защита. Сигнал тревоги. Если... Насосы... Это вот эти. Этот насос... Дает отбой. Тогда... Ничное состояние 0. И тревога. Дается к предохранению и система выключается. Если датчик замерзания ТЕ45 дает плюс 8, выключается система. Если у нас пожар общая и нету сигнала для работы. Режимы работы вентилятора. Если наружный температурный датчик 0.1.1. Это вот этот. Падает в минус 22. Вентиль обогрева 100% открыта. И пропорцию воздуха меняют настолько, чтобы ТЕ10 давал бы температуру в плюс 21. Значит, если на улице очень холодно, держат температуру так, чтобы здесь было плюс 21. Так, для тревоги. Если фильтры засоряются, если моторы заключаются, и общие тревоги. Здесь у нас показаны позиции и график. Так сказать, график на 1. ТВ-45. И, так сказать, где он здесь, вот этот теплообменник. Как они должны работать. Так, для тревоги. 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 Продолжение следует...